К нам присоединяется авиационный эксперт и аналитик Константин Криволаб. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Приветствую. Хотели бы начать вот с такого интересного вопроса. В РФ заявили, что в 2024 году получат на вооружение самолеты дальней авиации, и не просто самолеты, а новые, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами. Это была цитата военного преступника, командующего дальней авиацией РФ, Сергея Кабалаша. И вот мы в прошлом часе обсуждали с военным экспертом Александром Коваленко желание Путина использовать на фронте роботизированные комплексы и боевые лазеры, а также, как он заявлял, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанных на новых физических принципах. А вот тут уже какие-то самолеты, знаете, тоже появляются на новых физических принципах. Ей-богу, вот, наверное, не дает им покоя, как мы уже говорили, мощь темной силы и звездных войн. Тут уже представляются какие-то имперские штурмовики с антигравитационными двигателями, импульсными пушками. Вот вы авиационный эксперт, вы хорошо разбираетесь в этом вопросе, он много лучше меня. О каких новых принципах в современной авиации можно вообще говорить? Они НЛО какое-то разобрали на запчасти? Как вы можете себя сдержать и не смеяться, и не сжать, когда вы это говорите? Это просто стойкость такая большая, профессиональная. Ну, какие новые? Что здесь можно сказать? Тут очень трудно сказать про новые законы. Может быть, они когда узнали, что Люсак был геем, то они теорему гея Люсака решили отменить. И в своей там, в Госдуме, наверное, какие-то законы будут по этому поводу применять. Тогда и самолеты надо резать, и все, что основано на этих законах, нужно тоже уничтожать, судя по всему, по их логике, да? Ну да. И придумывать новые физические принципы полетов. Да, то есть уравнение неразрывности трубы теперь будет уравнение разрывности трубы, ну и так далее. А на этом уравнении основаны все авиационные двигатели, все газодинамические процессы, которые там происходят. Но неважно. О чем сейчас, вот, я так пытался понять, о чем этот командующий дальней авиации говорил там. Ну, может, с Бадуна, может, что-то такое у него там, как-то он старался так получше высказаться, так покруче, так посерьезнее. Но вот смотрите, что такое вот дальняя авиация, дальняя стратегическая авиация. Сейчас не будем трогать транспортную авиацию, будем сейчас говорить именно о бомберах, о бомбардировщиках тяжелых, больших и так далее. Вот какая история. Появляется Б-52, практически одновременно с ним, там где-то в 52-55 годы появляется Ту-95. Ту-95 потом модернизируется, точно так же, как и Б-52 модернизируется. Их только совсем недавно там поснимали. Но это как бы два похожих самолета, у них даже похожие компоновки. У них просто там у одного турбореактивный двигатель, у того другого там турбовинтовой. Это, скажем так, не самое главное принципиальное отличие. Летает Stratofortress немножко дальше, немножко выше. Но тоже это не самое главное, потому что поддержка со стороны сопровождающей истребительной авиации и так далее, выравнивает эти все возможности. Не в этом дело. Потом американцы создают Rockwell B-1 Lancer. Это уже самолет в соответствии с тогдашней модой. Это уже изменяемая геометрия крыла. И фактически в это же время появляется Ту-160. С задержкой там на пару лет, но появляется фактически в это же время. Потом американцы запускают Northrop B-2 Spirit. И вот уже ему соответствия в российских дальней авиации нет. И вот то, что сейчас они заявляют о перспективной, у них все перспективное. Вот у них счастье в будущем, это как бы народ заживем лучше, светлое будущее коммунизма. Но не сейчас, да. Но не сейчас, сейчас нет, сейчас потерпите. А вот в светлом будущем, вот скоро, вот новый поворот, как пел Макаревич в свое время, да. Вот с этим поворотом наступит счастье. Так и у них. Су-57, это была перспективная авиационная платформа тактической авиации, да, ПАКТА. Они его так называли. Сейчас они уже так не говорят, они уже просто так. Су-57 так, ну и Су-57 так, ну и бог с ним, да. Вот так они сейчас обзывают ПАК дальней авиации, перспективный авиационный комплекс. И самое большое, что они смогли сделать, в 22-м году они сказали, что к концу 23-го года у нас будет не прототип, у нас будет, ну типа компоновочная модель, уже там нам будет понятно, что с ними дальше, как и делать, да. И максимально, чего они смогли за все это время достичь, это они смогли сделать испытание катапультного кресла. И провели испытание катапульты. То есть самолета еще нет, но катапульту они уже... Но как спастись из этого самолета, они уже придумали, да? Да, да, уже главное действие они уже как бы предусмотрели. Теперь, когда в 22-м году они начали там размахивать вот этими своими вилами, и рассказывать, какой они сейчас делают сумасшедший самолет, Министерство обороны США, ну там серьезные люди сидят, они посмотрели и сообщили, что Москва не имеет ни ресурсов, ни базы технологической, ни опыта, ни денег, необходимых для создания в обозримом будущем, ну там, где они должны быть счастливы, бомбардировщика-невидимки. И говорят, ПАК, да, никогда не будет. Вот просто конкретно. А, вот демонстрационный образец они как раз хотели сделать так, чтобы показывать, вот как они на выставке с этим своим шахматным этим самолетом Су-75, этот истребитель-одиночка, они показали макет демонстрационный, они там его красиво освещали, ходили вокруг него танцы с бублями, осуществляли, сказали, вот он у нас вот-вот полетит, но даже стапель не поставили, даже железа этого близко нет. Дальше, что интересно еще смогли сделать в направлении этой перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Они смогли уже покрыть деньги, там накресятничать, на разработки испытательной базы и отдельных стендов для проведения испытаний. И провели большое количество научно-технических работ. Ну, то есть, вот это был тот источник, куда сливались все вот эти вот деньги, которые потом надо было деребанить. Ну, и Венец, ну, я же уже говорил, что они вот из всего этого испытательного хозяйства они смогли испытать, вернее так, они уже год говорят, что они испытывают катапультные кресла. Вот уже год они говорят об испытании катапультных кресла. Поэтому, ну, вот с дальней авиации там вот они Ту-160-е они хотели модернизировать, но переклепали они обшивку этого анодированного алюминия, там пошлепали. Вот это у нас, ну, не новый, ну так, ну, почти новый. Вот выкатим его. Ну, это все советские образцы, это не российские самолеты. Абсолютно. Поэтому там, они могут там рассказывать про аналогов нет, какие они там сейчас создадут технологии и все остальное. Тот же МС-21, они говорят, вот у нас там супер самолет, вот сейчас вот, сейчас мы вот эти вот негодяи перестали нам поставлять для композитного крыла, который, ну, как бы, ну, это по большому счету самая сложная, самая главная часть самолета. Мы для этого композитного крыла поверили им, получали от них, от этих буржуев, от этих американцев проклятых, все пресс-укоры и все ткани для производства этого крыла. Но они перестали нам поставлять, ну, так мы свое сделали. Наше лучше, наше тяжелее. Ну, и как бы сама идея была уничтожена. Ну, в общем, наблюдать за всем этим процессом доставляет большое удовольствие, это зачастую смешно, если бы не было так плохо, как у нас есть на фронте. Но те тенденции, те тренды, которые должны быть, они все-таки приведут к правильному результату, к положительному итогу. Вы знаете, вот вы сказали, что американцы перестали поставлять материалы для композитного крыла. Само по себе, сама по себе постановка вопроса была достаточно удивительна. То есть, россияне делают самолет дальней авиации. Напомню таки, дальней авиации, это самолет, который будет туда подлетать границам с США для того, чтобы обстреливать их ракетами, как они сегодня обстреливают Украину ракетами. И американцы давали им материалы для создания крыла для вот этого нового самолета. Само по себе это вся такая кооперация, она удивительна. Я, может быть, неправильно высказался. Межрегиональный самолет пассажирский. А, про пассажирский вы говорили, да? Да. Они делали для него крыло из углепластика. Кроме того, они там испытывали в ЦАГе крыло из углепластика. Для этого, для своего проекта с китайцами СР-929. А, это тот, который лайнер, который они так и не смогли построить, да? И Китай вышел уже сам на этот лайнер без участия России. Да. Они их выкинули, просто сказали, что, ну, где идите? Идите отсюда, закрепите. Так просто. А почему же они их выкинули? А как же новые физические принципы полетов, там, боевые лазеры и все остальное? То есть, Китай не купился. Даже Китай не купился на это, да? Ну, это мудрая страна, это мудрый народ. У них большая культура, одна из самых древних культур. Они таких уже видели, они такими завтракали. В Американском институте изучения войны проинформировали о том, что РФ формирует четыре новых полка военно-транспортной авиации, но добавляет, что, скорее всего, речь может идти о реорганизации существующих подразделений для поддержки сил РФ, а не о новых возможностях. Причем, некоторые эксперты уверены, что это вообще шаг назад. Вот по данным издания РФ-известия, четыре так называемые новые полки хотят развернуть для действий на северном, южном и западном направлении. И пишут, что все это, что они сейчас делают, это вот эксперты тоже об этом говорят, похоже на кальку просто советских времен. Какой вы видите вот эти реформы в армии РФ? Ну, у меня здесь только две аналогии. Вот первая аналогия. Я точно знаю, что от перестановки кроватей в публичном доме ничего не меняется. Это я точно знаю. И второе, это то, что если туда пригоняется техника со старых складов, в которые там были все уже законсервированы или плохо законсервированы 30-40 лет тому назад, то, наверное, как-то там и люди, которые этим всем управляют, они тоже, наверное, из тех времен. И они понимают вот те принципы, которые там были 30-40 лет назад с точки зрения организации авиации. Ну, и каких-то других там логических, с применением искусственного интеллекта, алгоритмов, управления, ну, я придумать не могу, к сожалению. Может быть, там что-то есть такое гениальное, но что-то не вижу. Знаете, это все очень похоже на то, как вот после распада, простите, после распада Советского Союза, еще, наверное, лет 15, чтобы продать какой-то хлам, в прессе все писали, все основано на тайных советских технологиях, тайного советского ВПК, там, кремлевские таблетки и так далее. Вот мне это напоминает вот все это то, что сейчас там происходит в том числе авиации. Еще Алан Тюбан и Кашпировский, вот они в завершении картинки должны появиться в ближайшее время за кадром. Да, вероятно. Вчера в беседе с Натальей Гуменюк, начальником объединенного пресс-центра сил обороны Юга Украины, мы говорили о ситуации на правом берегу Днепра, Ферсонской области. Она вот подтвердила, что враг продолжает массированно использовать планирующие бомбы. И вот лекарством от этой напасти, наверное, могут стать только F-16, которые должны будут просто отогнать эти самолеты противника на такое расстояние, с которого эти кабы бы, ну, просто не долетали. Но вчера один из военных экспертов сказал, что, возможно, решить эту проблему мог бы хотя бы один из комплексов Патриот, установленный в этом регионе. Вот это решил бы проблему, отогналы бы эти самолеты. Мы ведь помним, как красиво, там, буквально сколько, неделю назад приземлили в море бомбардировщик РФ, который минировал судоходные маршруты и, кстати, пытался запустить вот бомбы в сторону Одессы. Теперь его экипаж усилил, экипаж крейсера Москва, который под водой уже стал, говорят, авианесущим. Ну, смотрите, Ф-16 отогнал бы однозначно, тут просто появление, но Ф-16 бы перекрыл более широкий диапазон фронта. Ну, то есть по ширине фронта это была бы большая зона, по которой было бы, так сказать, отогнано. Потому что патрулирование, быстрое перемещение в пространстве как бы обязывает другую сторону вести себя с опаской. Я не думаю, что там дошло бы до воздушных боев, но там бы друг друга пытались обдурить, кто когда взлетает, кто когда вылетает. Сейчас же все обстроит на прозрачность. Сейчас же каждый знает, где кто чихнул и что произошло. Поэтому ситуация такова, что Ф-16 отгонял бы лучше, Патриот бы, конечно, более радикально решал бы, но это было бы значительно дороже, не в один десяток, раз, это в сотни раз было. Но, наверное, опаснее, потому что все-таки они будут узнать, где стоит установка и будут пытаться ее атаковать постоянно. Да, я как раз хотел сказать, что Патриот мы и так вынуждены там гонять, перегонять, прятать, ховать и схитряться. Потому что он является зоной наибольшего интереса. Причем не сам столько пусковая установка, сколько локатор, который светится на весь мир. И со спутников там, со всех остальных средств наблюдения, со всех АВАКСов, ДРЛ, их А-50У, это все прекрасно видно. Поэтому, я думаю... Ну, кстати, не обязательно Патриот. Там бы прекрасно с этими задачами справлялись бы на САВСе, а и СТ там... Те же самые БУКи, которые сейчас вооружены будут новыми ракетами. Ракеты старые, просто новая комплектация, старые американские ракеты, мы уже об этом рассказывали, говорили, которые будут установлены на эти вещи. Они уже установлены. И вот такие были какие-то слухи, что как раз история со Змениным, это модернизированный БУК там поработал немножко. Гарантии не даю, но такие слухи были. — Спикер воздушных сил Юрий Игнат, вот немного, знаете, развеял иллюзии граждан по поводу возможности истребителей F-16. Вот, знаете, по мнению многих, это вот как он появится, это такое вот супероружие, которое вмиг уничтожит все вот как минимум ракеты, летящие в нашу сторону. И вот он специально акцентировал, что эти истребители не могут сбивать баллистические ракеты, вот из-за угрозы применения которых, напомню, в Украине ежедневно практически происходят тревоги. А вот крылатая ракета МО может, так ведь? — Да, надо взять молоточек-гвоздик и вбить эту мысль. F-16 не спасает от баллистической ракеты. Если F-16 сможет сбить баллистическую ракету, то там есть всего два варианта. Первый вариант — это взять и сбить его самим самолетом, это такая версия, возможно. И другой вариант — это сбить ракетой, которая случайно будет пролетать в том месте, где будет пролетать баллистическая ракета. Вероятность этих событий, как встретить льва или динозавра на Крещатике. Другими вариантами он сбивать не может. — То есть эта ракета летит слишком быстро и по слишком крутой траектории, да? — Да, это не та траектория, для которой предназначен перехват F-16. Там, конечно, быстрые ракеты, но он должен оказаться в этой зоне. Но там очень много условий. И не надо забывать о том, что вся баллистика сбивается кинетическим ударом, не взрывом вокруг облаком обломков, которые там поражают ракеты, как это происходит, когда он сбивает крылатые ракеты или сбивает самолеты своими ракетами. А здесь кинетический удар, «heel to kit». По-другому не бывает. — А поясните зрителям, что это за удар, как это происходит? — Это летит ракета, баллистическая. Она летит практически на последней фазе своего полета, она летит практически перпендикулярно Земле. И навстречу ей устремляется спусковая установка ракета, так называемая противоракета. И она, система наведения у нее срабатывает таким образом, что их пути, жизненные пути, пересекаются в одной точке. Не рядом, как это происходит при подрыве обычной ракеты, которая подрывает крылатую ракету. Она создает облако. — То есть не облаком осколков, да, а вот просто в нее? — Облаком осколков, которые травмируют, ранят, разрывают эту ракету. Или попадают там в районе самолета, и этот самолет, изрешивленный этими осколками, он начинает плохо летать, у него начинает течь масло, вытекает керосином, начинает гореть. Или еще там, допустим, в двигатель попадают, или возле двигателя. Это все обломки, это осколки, и в этом облаке осколков происходит поражение. А вот эта технология «Хилл-ту-килл» — это прямое попадание в лоб. Вот в лоб ракеты попадает. Если помните, когда Кличко показывал сбитый кинжал, то там в головке была просто такая конкретная дырка, так как ломиком пробили. Вот это вот попадание, кинетическое попадание. То есть там взрыва нет, там есть просто физическое разрушение с помощью удара, столкновения. Ну и опять-таки достаточно точная должна быть техника, чтобы попасть точно в эту ракету, которая летит просто вниз с огромной скоростью. Ну там же была долгая борьба по поводу всего этого хозяйства. В конце концов, в 94-м, по-моему, или в 94-м году были проведены испытания, подтвердили ракеты «Эринт», так они ее называли, три пуска и три попадания. Я в своем там фейсбуке, когда у нас произошло первое попадание, я выложил этот пост, я нашел эту запись этих испытаний, видеозапись испытаний. Просто потрясающе. 94-й год, еще там нет персональных компьютеров, грубо говоря. Ну, никак, они уже есть, но они такие еще, только начинающие. Но уже эта ракета уже вот эти все действия совершила. То есть, какие там вычислительные мощности были сконцентрированы, какая там система управления, передача сигнала. Ну там сложная система управления, если хотите, там могу рассказать, но это надолго. Ну да, это надолго, наверное. Хотели бы еще немного обсудить с вами все-таки гражданскую авиацию. Мы уже упомянули вот этот многострадальный китайско-российский самолет, из проекта разработки которого Россию вежливо Китай попросил, вот, да, со своей всей восточной вежливостью, вот, но суть от этого, казалось бы, не меняется. И в самой РФ, похоже, продолжают снимать, знаете, новые серии телекомикса «Каламбур. Крутой опеки». А помните, там самолет был такой, бройлер 747, который в течение 325 дней терпит крушение… Каламбург, там внутри, в пилотской кабине пассажиры, там нормальных не было. Да, да, да. Мисс Мурпл, там всяческие и так далее. Вот, похоже, сказку в РФ, как всегда, сделали былью, да. Вот информация по цифрам, которые мы давали сегодня в одном из сюжетов, 180 авиапроисшествий за год, 15 ЧП только за декабрь. И вот в течение 24 часов буквально вот на российских самолетах произошли два отказа двигателей. Вот эта лавина, она нарастает, и, судя по всему, этот бройлер 747 все-таки упадет когда-то на землю. Ну, мы же с вами уже пришли к выводу, там, несколько сеансов нашей психотерапии назад мы пришли к выводу, что законы математики работают, они действуют. То есть и в этом случае они действуют. Сейчас будет увеличиваться количество авиационных происшествий именно с точки зрения аварий, но не катастроф. А следующим этапом начнутся катастрофы, и потом начнет количество катастроф расти, а количество аварий уменьшается, потому что все больше и больше будет падать на землю, если не будет предпринято России каких-то радикальных мер. Каких радикальных мер, я даже себе представить не могу. Там они ездят, снимают с Монтуровым эти видеоролики, как они там Сухой Суперджет изучают, как там двигатель ПД-8 работает, как двигатель ПД-14 на этом МС-21 запускается. Они каждый год переносят запуск программы там либо серийных испытаний, то есть серийного производства, либо каких-либо новых испытаний, либо что-то еще. И говорят, что до 30-го года, вот последнее заявление этого главы Росавиации, последнее заявление, что до 30-го года ресурса Боинга и Аэрбасов будет достаточно для того, чтобы безопасно летать. Все будет нормально. И тут же у нас 15 происшествий в середине декабря, за первую половину декабря. Ну, математику не обманешь. Вот скажите, все-таки вот то, о чем я говорил сейчас, два возгорания двигателя за 24 часа, вот в любой стране, в любой авиационной стране, в которой большой парк самолетов, в любой компании авиационной, это действительно серьезное ЧП, два возгорания в течение 24 часов? Безусловно, такого не должно быть. Пожар двигателя – это чрезвычайное происшествие. Это конкретный разбор полетов полностью. Потому что пожар двигателя – это самое опасное, что может произойти. А к чему может привести пожар двигателя? Может взорваться самолет, да? Или может просто… Загореться крыло, в котором в кессонах расположены… В котором топливо, да? Он бабахнет, и до свидания, и все на земле. Там хоронить особенно не надо, там все обгоревшее будет. Я так понимаю, что чиновники российские уже стараются не летать, вообще самолетами передвигаются, так как и Путин, передвигаются, как и Путин, железной дорогой. Но представив себе масштабы России, как вы считаете, что может случиться с их экономикой, когда вот действительно самолеты прекратят летать максимально? Сейчас уже говорят, что количество рейсов максимально уменьшают между российскими городами. Но учитывая эти расстояния, как вообще добираться? Это не пять часов там самолетом, это две недели поездом. Ну, русский народ, он терпеливый народ. Поездом, тройки с бубенцами, все еще впереди. Самолетов физически сейчас будет становиться все меньше и меньше просто. Их за год, наконец, с 21-го года, по бухучету, там было Боингов и Аэрбасов 800 штук. Остальные там 200-300 самолетов. Основной парк там Ан-24 украинского производства с 50-летним возрастом, там, с послужным списком. Поэтому на Ан-24 ты особенно не полетаешь по всей России, там только где-то по краям можно летать. Он будет летать, он всех переживет, это такой парень. Не, но еще есть Ан-2, можно там лететь с 60-ю остановками, нет? С Ан-2 проблема, потому что они там их модернизировали, поставили стеклянную кабину, теперь они не могут ее заменить, потому что там что-то выходит из строя. А это все импортные поставки, и они там жалуются, что летать не можем, а старые уже повыбрасывали. Вот эти стрелочные приборы уже повыбрасывали. Поэтому это все будет, ну, как бы очень печально все заканчиваться, но я не думаю, что россияне перестанут летать. Они все равно будут летать, они авось пронесет, со мной ничего не будет. Это такая железобетонная у них концепция, железобетонная схема. Ну и пусть рискуют, как говорится, на здоровье. Спасибо вам большое, спасибо за интересный разговор. Константин Криволап, авиационный эксперт и аналитик, был в нашем эфире. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Продолжение следует...